Как дело повернется, может ледниковый период начаться. Если человечество не предпримет реальных действий, в ближайшие годы нашу планету ждет климатическая катастрофа. Потому что человек просто элементарно превращается в ледушку. Как ее избежать? Да ну запретите вы пластиковые пакеты, от этого воздух чище станет. Что на самом деле происходит с климатом? 20 тонн ублекислого газа на душу населения. Слушайте по пятницам на Радио Болтком. Авторскую программу Константина Рангса. Климат-контроль. Действительно, только что называется открыть ящик Пандоры. День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Каждую среду в полдень на Радио Болтком. Да, афиша у нас всегда начинается со среды. Подробный обзор культурных событий в мире классической музыки. Бывает ли какой-то день, когда нет ни одного концерта классической музыки? Включено. Да, невозможно. Приглашенные в студию музыканты. Какую программу подготовили для наших рижских слушателей? Секреты профессии. Во время игры подумать так, ногу надо подвинуть подальше, потому что иначе я не попаду просто-напросто на этот дом. То, что происходит за сценой, вот это за кулис, то, что там происходит, как бы, боже мой, всё это в программе «Культурная среда» с Еленой Приваловой на Радио Болтком. Ходите на концерты классической музыки? Добрый день, дорогие друзья. И, конечно же, надо ходить на концерты классической музыки. Жизнь возрождается, и достаточно много мероприятий проводится в это время. Вот сегодня, например, я решила сходить на концерт Инны Давыдовой, и замечательной певице, вот вылетело имя из головы, Любовь Каретникова. При том, что мы очень хорошо с ней знакомы. Будут русские романсы, будет цикл Сильвестрова. И, думаю, обязательно нужно сходить, это зал Артисимо, зал Инны Давыдовой. А в гостях у нас сегодня один из лучших саксофонистов Латвии, Айгерс Рауманис. Айгерс, привет. Здравствуйте. С Айгером мы тоже играли несколько концертов, и я очень рада этому. Но Айгерс сейчас живет уже не в Латвии, а где? Сейчас я в Франции, в Страсбурге, и там я делаю мой Эрасмус. Это заканчиваешь, получается, как Академию музыки, то есть по программе Эрасмус поехал туда, или это следующая ступень обучения? Это мой первый год, как это, не бакалавр, а мастер. Я поняла, да, мастер, да? Мастер, да. И как раз, получается, этот год ты проводишь в Страсбурге. Да, и следующий год я буду в Латвии, и тогда я должен играть мой последний экзамен в Академии. Ну, очень многие музыканты, особенно такие яркие, как ты, конечно, стремятся уехать из Латвии и устраиваться в Европу. У тебя есть такие планы? Как ты думаешь, оставаться на родине или поехать в Европу и играть там? Я думаю, что я буду жить в Латвии, но это очень хорошо, если есть тоже концерты не в Латвии. Но жить всё-таки здесь, это прекрасно, на самом деле, это очень важно, потому что именно вот меня, как музыканта, который приехал в Латвию, да, меня немножко удручала всегда ситуация, что самые лучшие, самые сильные музыканты, естественно, конечно, пытаются уехать в Европу. Там более хлебно, там больше концертов, и вот мне кажется, что в Латвии есть вот этот небольшой дефицит концертов, потому что если бы было больше музыкантов ярких, то было бы и больше концертов, и наша концертная жизнь была бы гораздо-гораздо ярче. И меня вот очень радует и как слушателя, и как музыканта то, что всё-таки ты будешь жить именно здесь и играть здесь. А концертов у тебя действительно очень много. Расскажи, на той неделе у тебя фактически был такой концертный марафон, один за другим концертом, и кажется, как будто даже в один день ты играл два концерта. Да, у меня был концерт с Национальным оркестром, и мы играли концерты Филопа Гласса с моим квартетом. И в один день у меня были два концерта, один в четыре и один в шесть. Да. И тогда я должен был играть с оркестром в четыре, новую пьесу Марии Симеонова. И в шесть у меня был это Эврорадио эфир с Айгарсом Рейнисом в доме. В домском соборе. В домском соборе, да. Ну, с Айгаром Рейнисом у тебя вообще сложившийся дуэт, и, наверное, ты очень-очень много лет уже играешь, даже когда он ещё работал в церкви старой Гертруды. Да, это так, и мне кажется, что в музыке самая важная сфера у меня камерная музыка, как мои ансамбли и всё. И с Айгарсом мы играем уже восемь лет. Прекрасно. Да. И ещё у меня два очень важных ансамбля, это три отрасенсов, где я играю с коклой и с ударными инструментами. Ох ты, как интересно. Это тоже здесь, в Латвии. В Латвии, да. И ещё у меня есть квартет саксофонов от Томаса, и мы уже играем вместе шесть лет. Да. Квартет саксофонов. Расскажи нашим слушателям, что это такое. В квартете саксофонов там четыре саксофоны, и они все разные. Там саксофоны. Сопран, альт, тенар и баритон. Да, но при этом, кстати, кажется, каждый саксофонист умеет играть на всех четырёх. Да, я думаю, что это так же, как с органом. А все органы, они органы, но каждый немножко различный. Инструмент отличается. Да, это так, да. И то есть факт, ну вот мы с тобой всегда, когда играем, то у нас есть и саксофон альт, и саксофон сопрано чаще всего. Но ты всё-таки стараешься вот тенар и баритон в вот таких сольных программах не использовать. Или всё-таки есть такие программы, когда ты включаешь, например, три инструмента сразу? Я играл на всех саксофонов, но мне очень нравятся альт и сопран. И мне кажется, что это лучше для ансамбля с органом, если я играю для сольной программы. Потому что всё-таки, конечно, когда саксофон звучит с органом, саксофонист – это солист. А вот смотри, какой у слушателей самый очевидный инструмент – саксофон? Потому что им кажется, что саксофон, они уже знают, что есть четыре саксофона. А вот тот, который они привыкли всегда видеть, и вот когда говорят саксофон, они его представляют. Это альтовый или теноровый? Мне кажется, что им кажется, что самый типичный саксофон – это тенор. Тенор, да. Тенор, да. Потому что все джазовые музыки – как раз и бьет на теноре. А в классической музыке – это альт, да, альт. Классическая музыка, да, это ту, которую чаще всего можно исполнять в академическом репертуаре. Это сопроновый и альтовый, да. И, конечно, там очень много переложений, и создано много современной музыки. А джазовая, конечно, это теноровый, и многие как раз, многим кажется, что саксофон – это именно этот инструмент. Ну, так оно и есть. Играешь ли ты джаз? Или все-таки больше твое стремление – современная музыка? Ой, академическая современная музыка. Мне больше нравится академическая музыка и современная музыка, потому что мне нравится работать, вместе с композитором и говорить с ним, какие идеи, как они слышат мир. И иногда я играю джаз, но это не совсем серьезно. То есть это не твое влечение? Да. А вот смотри, ты говоришь, что играешь с композиторами и с ними общаешься. То есть фактически ты иногда участвуешь в создании произведений? Или на созданную композицию ты вносишь какие-то коррективы, говоришь, там, это здесь не очень удобно, здесь лучше переписать? Да, и моя работа магистра именно про эту тему, как компанисты и саксофонисты работают вместе. И да, иногда там композиторы, которые говорят, нет, я все написал, как я думаю, и никаких других вещей. А есть композиторы, как, например, Платон Боровицкий, который очень открыт для идей. Он, кстати, очень много пишет для тебя, да? То есть прям для тебя или все-таки он имеет в виду саксофон? Вот как ты считаешь? Он пишет для меня уже шесть пьес, и у нас очень хороший контакт. Он посвящает тебе свои произведения или все-таки как бы написал для тебя, но в титуле не написано, что это Айгару Раунеза? Он написал, да. Подписывает? Да, да, да. Но это особенно приятно. Кстати, мы сегодня еще будем говорить о диске, который вышел как раз, твой первый диск, «Синфонеты Рига», и там как раз произведение Платона Боровицкого. То есть расскажи о диске, это твой первый альбом. Да, это мой первый альбом, и там концерт Платона Боровицкого, который называется «Temperature of plastics», и на русском «Температура пластики». Да, сейчас посмотрим. Интересно даже, кстати, я не очень хорошо в английском. Пластмассовая температура, может быть? Сейчас посмотрим. Пластмасса с температурой. Да, то есть вообще получается температура пластика. Вот так переводится. Очень интересно, да. Он, кстати, немножко рассказывал об этом произведении, когда приходил к нам в эфир. И будет потом ещё раз интересно его поспрашивать. Ну, кстати, в этом диске фактически полностью современная музыка – это произведения оригинальные, которые написаны для саксофона. Я играю только концерт Боровицкого. А, остальные произведения. Остальные для оркестра. И вся эта современная музыка, да. Прекрасно. Ну, будем ждать тогда твой ещё один диск, который уже будет целиком твоим, да? Вообще, это очень почутно начать свою, как бы, CD-историю с синфонетой Рига и с такого замечательного альбома. Где можно приобрести этот диск? Мне кажется, в всех магазинах музыки, да, и ещё в Scanny. Scanny – это организация. Да, это прекрасно. Поздравляю тебя от всей души, потому что действительно очень важно для музыканта иметь свои записи. Давай поговорим о твоей, вот как ты начинал свою жизнь музыканта. Во сколько лет ты начал играть на саксофоне? На саксофоне я начал, когда у меня было 10 лет. Это твой первый инструмент? Нет, я начинал с фортепиано, когда мне было 8 лет. И тогда я начал не в музыкальной школе, а просто шёл к учительнице, и мы играли там Beatles, Queen и Abed несерьёзной музыкой. И потом я начинал играть саксофон, современную музыку. А как ты на саксофон пришёл всё-таки после фортепиано? Ты услышал? Даже нет, я просто почувствовал, что это мой инструмент. Что нужно, да? Да, да. И тогда уже пошёл в музыкальную школу? Да, именно так. Ну, кстати, саксофон – это один из немногих инструментов, на которые принимают достаточно в позднем возрасте. Наверное, это гитара, и саксофон можно привести ребёнка в 10 и даже в 11 лет. Да. И в школе обязательно возьмут, особенно если есть к этому расположенность. Твои родители музыканты? Нет, нет, вообще нет. А чем они занимаются? Я даже не знаю на русском. Скажи по-латышски, я думаю, наши слушатели поймут. Электритис. Да, понятно, электрик. Электрик, и моя мама, она не работает, она просто… Да, она занималась вами. Прекрасно, да. И как они стали относиться к твоему увлечению? Потому что часто бывает, что когда родители не музыканты, им кажется, что… Ну, пускай ребёнок там поиграет в музыкальной школе, но это не может быть профессией. Как они к твоему выбору отнеслись, вот именно профессиональному музыканту посвятить себя музыке? Мне кажется, что они просто поверили в это, и мне кажется, что это даже лучше, если родители не музыканты, тогда у меня намного проще. Не нужно соответствовать. Да, да, да. То есть просто сам идёшь своим путём. Как ты попал в класс Артиса Симониса, или, в принципе, он только один сейчас преподает в Академии? Нет, в Академии там три учителя, но у меня очень хороший контакт с Артисом, и мне кажется, что это был очень хороший выбор педагога, но в музыкальной школе я учился с Оскаром Петровским, он тоже очень хороший саксофонист, и мне кажется, что надо иногда просто поменять учителей. И ещё я делал Расмус в Хельсинки тоже там, и вот так. Да, мы к этому вернёмся, но мне бы хотелось немножко ещё рассказать о твоём учителе Артисе Симонисе, потому что действительно долгое время был и ректором Академии музыки, и очень много сделал для развития саксофонного искусства именно в Латвии. Если я не ошибаюсь, именно он открыл кафедру саксофона в своё время, до этого он учился в Санкт-Петербургской консерватории, и фактически вот мне кажется, что вот благодаря Артису Симонису вот стало так много известных латвийских саксофонистов. Да, именно так. Интересным произведением, и ещё тем находкам, которые они используют в своём творчестве, например, они играли молитву Гаруты и использовали стереоэффект в англиканской церкви, когда Артис Симонис стоял на балконе на втором этаже, а Кристина играла внизу, и вот такой вот замечательный был дуэт. Но вообще это очень непросто так коммуницировать, я думаю, ты согласишься, да, то есть через... потому что с органом даже сложно играть рядом, стоя потому что происходит, всё-таки звук опаздывает часто, и вот эта акустика немножко кажется, что играешь не вместе. А вот особенно, когда такой стереоэффект используется, это очень интересно. Ну вот Артис Симонис — это педагог нашего сегодняшнего гостя Айгера Рауманиса, который стал фактически такой звездой в латвийском искусстве. Кстати, в том году же ты получил, кажется, премию, да, национальную премию, вот... Большой... Большой, да, большой приз, да. Азаш, какая именно премия у тебя была? Это «Новый исполнитель года». Да, «Новый», да, «Исполнитель года», да. И мне кажется, что именно это из-за концерта Буровицкого. А, и ведь как раз вы играли вот это вот, кажется, что-то с часами, как-то название произведения «Небесные часы». Да, да, да. «Небесные часы» — это очень интересное произведение. Они как раз играли в Домском соборе с Айгером Рейнисом. И там тоже ударные инструменты. Это очень интересно, что там как ударные инструменты в церкви, да. Это очень ярко, очень интересно. Недавно был замечательный концерт в церкви Святого Павла. Играли и Илона Биргеле, Диана Яунзема-Портна, и их прекрасный дуэт органный. И на ударных играла... Вот ты мне сейчас подскажешь фамилию. Вирджиния. Лаубиня. Ну вот, я уже... Да, так... Да. Вот. Это действительно было ярко, интересно, и особенно, когда она играла на вибрафоне. Очень интересный концерт. Кстати, дорогие друзья, так как я ещё сейчас нахожусь в Риге, то, конечно, приглашаю ещё и на свой концерт. 22 апреля я буду играть в старой церкви Святой Гертруды с нашим замечательным трио Юрий Савкин, Ириной Валикжанина. Мы будем играть «Времена года» Антонио Вивальди в переложении для скрипки, виолончели и органа. Также будет орган соло с произведениями Баха. И с Ириной Валикжаниной мы сыграем сонату для виолы де гамбо и клавира. Иоганна Себастьяна Баха, соната «Соль минор» в версии для виолончели и органа. Это очень яркое, интересное произведение. И вообще, на самом деле, именно вот эта соната, такое ощущение, как будто это концерт для виолончели и органа. И я её играла в России с известным виолончелистом Александром Князевым, который записал диск гамбовых сонат Баха с выдающимся органистом Жаном Гиё, который недавно, к сожалению, умер. Но вот диск остался, и я очень многим рекомендую послушать вот эти сонаты, три сонаты для виолы де гамбо и органа Жан Гиё и Александр Князев. А вот я перешла к Вивальди, ещё знаешь, для чего, Айгарс? Как ты относишься к транскрипциям, к ранжировкам? Вот произведение должно звучать в оригинале, или всё-таки вот можно вот эти дела, транскрипции популярной музыки? Можно делать с транскрипцией, если пьеса звучит лучше. Если она звучит хуже, тогда не надо это делать. А вот понять, насколько она звучит лучше или хуже, это, конечно, вопрос. Времена года Вивальди, да, конечно, это лучше звучит, когда играет солирующая скрипка и целый ансамбль струнных, но вот в нашем варианте, правда, орган, многие говорят, что звучит как целый оркестр, и я, пожалуй, часто соглашаюсь с этим. И вот эта версия, когда ещё есть виолончель, то создаётся вот новый вид. Но, конечно, я понимаю, что всё равно, например, если делать запись CD, то, конечно, мы никогда не будем записывать в нашем трио вот такую версию. Но вот, например, версию другого произведения записать можно. Помимо того, что мы играем времена года Вивальди в этой версии скрипка и виолончельный орган, мы сделали аранжировку времена года Петра Ильича Чайковского. Это произведение написано для фортепиано. Потом была сделана прекрасная аранжировка для симфонического оркестра, и композитор, основатель Московской органной школы, композитор немецкого происхождения Александр Фёдорович Гидике сделал переложение для трио – скрипка, виолончель и фортепиано. И вот уже вот на этой основе мы сделали свою аранжировку. Действительно, это звучит очень интересно. И вот, наверное, уже как раз подытоживать твои слова о том, что если это звучит лучше, чем оригинал. А вот насколько всё-таки получается, что мы сомневаемся в желании композитора. То есть он написал сочинение для конкретного произведения, а мы думаем, что мы его улучшаем. – Сложный вопрос. Но, может быть, лучше это не как… Самое главное, что это не хуже, мне кажется. – Наверное, всё-таки, да, не хуже оригинал. – Да, если это на том же уровне, тогда это хорошо, да. Здесь многие приводят пример картинки. Такое произведение, есть цикл замечательной картинки с выставки Модеста Мусоргского. И Марис Равель, французский композитор, сделал переложение для симфонического оркестра. И именно в Европе вот эта транскрипция стала гораздо чаще исполняться. – Да, и мне очень нравится эта пьеса, потому что там есть соло-саксофоны. – Соло-саксофоны, да. Это действительно гениальное произведение. После этого, конечно же, стали делать транскрипцию для органа. И французские композиторы, и наша замечательная Евгения Лисицына сделала прекрасную аранжировку для органа с ударными. И блестяще её исполняла здесь в Латвии, и сейчас в России. И вот получается, что с одной стороны мы имеем такие аранжировки, транскрипции, а с другой стороны иногда, когда меня спрашивают, играю ли я соло транскрипции и многочисленные аранжировки, вот я тоже отвечаю, что нет. По той причине, что написано столько оригинальной музыки именно для органа соло, что мне не хватит всей жизни, чтобы это даже прочитать с листа. – Ну да, но у саксофона нет так много пьес. – Я как раз это и хотела сказать, что у саксофона совсем другая история. То есть саксофон – очень молодой инструмент. Когда он был создан? – Это век… – В начале 19 века. – 19 века, да. – Адольф Сакс. И по его как раз фамилии потом… То есть он был и изобретателем, создавал самые различные инструменты и модернизировал. И помимо того, что он изобрел вот этот саксофон, у него было, я не знаю, наверное, больше 25 запатентованных инструментов, которые раньше там были, вот, афеклииды, самые различные духовые инструменты. Но вот прославился он, конечно, именно как создатель саксофона. И получается, что создавать произведения классические для саксофона стали достаточно поздно. Одним из первых классических композиторов, которые включили саксофон в симфонический оркестр, это Гектор Берлиоз, да, в фантастической симфонии. А есть какое-то первое произведение для саксофона соло, вот, известного композитора, вот, который прям вот… Ну, как у нас, Себастьян Бах. – Ну, один из самых первых композиторов, которые писали соло для саксофона – это Глазунов, русский композитор. – Александр Глазунов. – Александр Глазунов, да. Это первый концерт для саксофона, да. Ух ты, как интересно. Ты играешь его? Да, да, это классика. Это красиво? Да, мне очень нравится этот концерт. У Александра Глазунова, кстати, тоже один из немногих композиторов, который написал произведение для органа. Почему говорю немногих, но именно немногих русских композиторов, потому что органная композиторская школа достаточно неярко выражена в сравнении с другими странами. Но тем не менее, когда сейчас я занимаюсь русской органной музыкой, понимаю, что в то же время есть что сыграть, это будет не один концерт. Александр Глазунов, а еще кто? Первые композиторы? Прямо получается, это начало 20 века, конец 19, начало 20. Вот это то, что стало классикой для саксофона соло. Классика это Дарьи Мию, французские композиторы. Как еще раз? Дарьи Мию. А, Дариус Мию. А вы? Да, это просто я транскрибирую для русских, потому что есть все равно, как бы здесь и латвийское произношение, и в данном случае ты назвал по-французски, да? А по-русски это композитор Дариус Мию. Да, Мию. Еще классика у нас. Они не очень знаменитые композиторы. Это Эрика Ларшон, это светский композитор. Еще классика это французский композитор Жак Ибер. Ибер. Ну да, проблема такая, что у нас нет такой один композитор, который написал очень много. Для саксофона. Для саксофона там может быть одно или две пьесы. Какое самое вот сейчас, когда говорят саксофон, например, говорят орган, токатый фугар и минор Баха, да? Когда говорят флейты, часто, ну там, например, у Баха тоже та же шутка, да? То есть есть какие-то вот произведения, которые ассоциируются с инструментом, а есть какое-то произведение, которое прям сразу ассоциируется с саксофоном? Может быть, где саксофон в симфоническом оркестре, может быть, это Болеро Равелла. А, Болеро Равелла, да? Там два саксофона, да. Может быть, эта пьеса... Но мне кажется, что классический саксофон не очень популярный, да. Менее популярен, чем джазовый. То есть ещё нужно проделать большую работу по его популяризации, где там играть. Но в то же время, действительно, концерты всегда очень яркие, интересные. И транскрипции ты сам тоже часто делаешь, да? Вот, например, когда мы с тобой играли, мы играли и вокалист, да, Рахманинова и Марчелло. То есть это всё-таки транскрипции или фактически просто как бы играешь по нотам, которые созданы для других инструментов, как Марчелло, там, для Габоя, вокалисты. Это вообще вокальное произведение. Ну, я уже говорил, что я делаю аранжировку, потому что нет много пьес для саксофона тогда. Это аранжировка, то есть много там приходится переделывать, да, по тесситуре изменять. Или это фактически ты берёшь ноты и по ним играешь? Там нет много развлечений. Много работы. Ну да, но я всегда беру инструменты, которые как будто похожи. Для саксофона это флейта, кларинет, виолончель или певцы, как они? Для голоса. Да, для голоса, да. Да-да, вот так. А можно в одном произведении использовать сразу два саксофона? Да, и в современной музыке есть пьес, где я должен играть все четыре саксофона. То есть там просто паузы, ты берёшь другой инструмент. А это сильно? Насколько это трудно вот так взять и изменить? То есть отличается ли звукоизвлечение? Немного отличается. Я должен намного проактиваться, чтобы это делать. Немножко перестроиться для этого. А саксофон изменяет свой строй? Например, каждый орган, у него фактически каждый инструмент имеет свой строй. Чуть-чуть выше, чуть-чуть ниже. В основном, конечно, ниже. Насколько саксофон может подстроиться? Саксофон может подстроиться, но это очень трудно. И очень трудно это в это время года, когда очень холодно. Тогда очень низкий строй саксофон. Низкий, да, все органы очень низкие. И саксофон, не знаю, он не может меняться так много. Так сильно. Так сильно, да. Ну вот, кстати, ты сказал про холод в церквях. Органисты мучают. То есть даже мы оденем шерстяные носки, теплые кофты. Но всё равно, конечно, очень мёрзнут пальцы, когда мы играем по клавишам. Но у нас всё-таки костяные клавиши, да. А у вас металлический инструмент. Что мёрзнет больше, пальцы или губы, когда касаешься металлического инструмента? Пальцы, пальцы, потому что губы касаются... Согреваются, да? Губы касаются... Трость, трося она из... Из дерева. Из дерева, да. А пальцы, да? Действительно. Когда играешь в церквях, есть такая сложность. Скажи, а где тебе больше нравится играть? В концертном зале или в церкви? С органом в церкви, да. А вообще? А вообще мне нравится играть в концертном зале, потому что я могу видеть публику. Коммуницировать с ней? Коммуницировать, да. Это было вчера или позавчера. Мы играли в домском заборе, и в балконе были... Все случаи были слушателями. На балконе, да. На балконе, да. И мне это нравится намного больше. Есть контакт, можно посмотреть в глаза, увидеть, как реагируют. Почувствовать эмоции. Да, да. Но, тем не менее, да, сейчас тот же Домский собор пошли на то, чтобы слушателям было легче. Да, то есть экраны, которые показывают музыкантов во время игры, и таким образом слушатели могут не только слышать, но и видеть. А вот в данном случае, как ты думаешь, для слушателей это полезно или нет? Потому что до этого, когда они слушали тот же органы, дуэты, да, то есть они фактически погружались в музыку, они видят алтарь или закрывают глаза и только слушают. Сейчас, когда они смотрят, то не нарушается ли этот слушательский момент, когда вот погружение в музыку? Не отвлекаются ли они на экран? Отвлекаются, но мне кажется, что это очень интересно для них. Потому что органы — это как компьютер. Много чего происходит. Но мне кажется, что иногда надо просто закрыть глаза и слушать музыку, да. Ну вот мне тоже так кажется, конечно, когда... Но я понимаю, что, например, когда идут впервые на орган, и люди, которые никогда не видели этого инструмента, наверное, это интересно посмотреть, что, оказывается, органист играет ногами. Оказывается, там не одна клавиатура, а в Домском их целых четыре, и там столько рычагов, которые называются тембры. Тембры — это регистры, и стоит ещё какой-то человек, иногда и два, да, ассистенты переключают. А, кстати, ты сам играл на органисе? Да, я играл два года орган. Я играл в Хельсинки один год, и в Латвии я учился с Кристиной Адамайты. Тогда у меня были концерты, да. И мне кажется, что для каждого музыканта это очень важно понимать, что делают твои коллеги. Потому что можно играть с органом и не понимать, что происходит, но когда я играю с Айгарсом, теперь я могу ему сказать, что это тембр, или там вот можно что-то по-другому, я знаю эту терминологию. Да, ты можешь уже подсказать, и ты, в принципе, знаешь, чего ожидать от инструмента. Да, именно так. То есть до этого ты только мог пойти по наитию органиста и думать, ну, значит, здесь так, а больше никак невозможно. А теперь ты знаешь, что Айгарс, включи мне здесь органоплено. Мне здесь будет удобно и замечательно. Действительно, дорогие друзья, у нас сегодня в гостях саксофонист Айгар Рауманис. На той неделе у него было очень много концертов. Будут ли предстоящие какие-то концерты, или ты уезжаешь уже в Страсбург? Я уже после двух недель, но у меня еще три концерта. И следующий большой концерт это с моим трио, Трио Тресенсус. Я играю с Коклой и с Ударными. И концерт в 20 апреля в дворце ВЭФ. И мы будем играть музыку, которая написана для нас всех. Весь концерт, только музыка, которая создана для нашего трио. И там будет четыре новые пьесы и четыре старые пьесы. И будет еще запись латвийского радио. И будет музыколог Орест Силобрец, который будет говорить с нами, потому что это концертный цикл «Коме Прима», где можно узнать про музыкантов, можно узнать про композиторов и музыкантов. И там музыка, и разговоры, общение. Это прекрасно. Какие композиторы там будут? Будет Андрис Вацлмекс. Все латышские композиторы. И будет Сучковскис. И четыре новые пьесы будет Эдгар Стирулес, джазовый пианист. Он написал пьесу для нас. Будет и студенты академии. Там Элфриде Швалбе, Карлос Рерихс и еще Эрикс Миязис. Такие композиторы, они все новые. И мне кажется, что это очень важно показать слушателями, что есть новая музыка, есть новые композиторы, потому что они знают только Петри Саваско и... Рихарда Дубру. Да, да. И мы хотим популяризовать эту музыку. Ну, к слову, я очень много путешествую. И в Латвии как раз достаточно особая ситуация с современными композиторами, потому что все-таки поддерживается государством и заказываются постоянно новые произведения. Как выясняется, не только для органа. Я считала, что такая замечательная традиция есть в органной музыке, потому что создано за последнее время очень много произведений. И фактически это все оплачивается. То есть композиторы не пишут в стол. И вот получается, еще создаются вот такие замечательные произведения для самых различных ансамблей. И не только создаются, но и исполняются. Это очень важно. И мне кажется, это вот очень важно дальше продолжать такую традицию и, конечно, поддерживать. И здесь в данном случае также важно участие слушателей. Не бояться услышать новую, современную музыку. Потому что, конечно же, Иоганна Себастьяна Баха, Антонио Вивальди легче слушать. Моцарта, Бетховена. Мы узнаем эту музыку, и нам кажется, что это вот наше, и нам это легче воспринимать. А вот, конечно, когда слушаем современную музыку, и она бывает действительно разная, но все-таки надо быть не только новости современные слушать, то есть ежедневно, а вот слушать современную музыку и понять, что композитор, живущий сейчас, передает нам, как он чувствует этот мир. И часто говорят, что самые лучшие произведения создаются как раз в тяжелые времена, на стыке времен. И сейчас как раз, мне кажется, очень важно пойти на этот концерт. 20 апреля во Дворце ВФ наш сегодняшний гость, Айгар Раумнис будет играть со своим трио, как еще раз называется трио? Трио Тресенсус. Трио Тресенсус. Коклы, кто играет? Коклы у нас Лига Гритя, она очень... Да, Лига Гритя, очень известный исполнитель. И на ударных... На ударных Удис Упенекс. Тоже известный музыкант. Вот такое замечательное трио. И будет еще какой-то концерт перед твоим отъездом в Страсбург, или... Да, в 22-м у нас концерт в Национальной библиотеке с Инной Давидовой. Она делает концерт, Лабда Рибус. Это благотворительный концерт для украинцев. Там будет Вестер Шимкус, солисты оперы, и я своим квартетом саксофонов. И еще я буду играть вместе с Инной Давидовой. Прекрасно. Это 22-го апреля в Национальной библиотеке. Еще? Еще я буду играть в Домском соборе. В понедельник это Лиэл Биэннес. Да, это пасхальный концерт. Да. Так, и это с Айгером Рейнисом. Это какой понедельник? Какой, получается, 24... Нет, это 17-е. Ой, 18-е. 18-е. Да. Понедельник это 18-е. Еще, кажется, там кто-то кроме тебя играет и Айгерсом. Там есть вечер, мы будем играть как службу утром. Да, там будем. То есть это будет не концерт, это служба? Служба, но там очень много музыки. Много музыки. То есть можно прийти даже не тем, кто ходит в церковь, то есть не только лютеранам, которые ходят на службу, но можно прийти и просто послушать. Слушать музыку. Да, это, мне кажется, будет очень интересно. Это 18-го. 18-го апреля будет играть наш сегодняшний гость Айгер Раумнис. Наша передача подходит к концу. Мне кажется, мы сегодня узнали о многих концертах, в которых принимает участие Айгерс. И о его замечательном диске. Еще раз расскажу, что это произведение Платона Буравицкого. Концерт для саксофона и струнного оркестра. Исполняет синфония Террига. Тирижер Нормунд Шне. И в этом же диске также произведение Андриса Дзенитиса, Линды Леймана и Руты Пайдеры. И диск можно приобрести во всех музыкальных магазинах Латвии. И мне очень понравился концерт 20-го. Это в Дворце ВФ, где будет трио Айгера Раумниса и 22-го с Инной Давыдовой в Национальной библиотеке. Слушайте классическую музыку и, конечно же, ходите на концерты, раз есть такая возможность. Мы знаем, что даже этого нас могут лишить. И поэтому сейчас можно напитываться, напитываться этой красотой и ходить на концерты. С вами была я, Елена Привалова и Айгер Раумнис. До свидания. До свидания. День в день, час в час, минута в минуту.